Друзья, всем привет, с вами Яков. И сегодня мы с вами поговорим о Diablo 3 для портативной консоли Nintendo Switch. Заранее хочу поблагодарить зрителя-подписчика с ником красно-белый Dragon за предоставление квартиры, телевизора, Nintendo Switch, установленной Diablo 3. Ну а также содействие при записании данного ролика. Такое, что касается самой игры, то она очень хорошо, очень качественно перенесена на портативную консоль. В общем, что разработчики показывали нам в трейлере, то же самое имеется и в релизе. Перенесено абсолютно всё. Компания, режим приключений, ну и естественно в игре есть и сезоны. Что касается последних, то есть сезонов, то тут имеется такой небольшой подводный камень. Для того, чтобы играть в сезонах, вам надо подключение к интернету. То есть если вы играете в Diablo 3, допустим, удаленно, и на Nintendo Switch отсутствует подключение к интернету, то в сезоне поиграть не получится. Ну а как только Nintendo Switch подключится к интернету, неважно каким способом, тогда уже в сезонах можно играть. Что касается качества картинки, то она идёт довольно-таки плавненько. Заявлено 60 кадров в секунду, в принципе, в игре присутствует. Самой портативной модели она идёт в качестве 720p. Ну а если мы игру переводим на телевизор, то там практически Full HD, то есть 900p. Что касается телевизора, то мы играли на 50 дюймах. И при этом от экрана мы находились на расстоянии, ну сколько, 3 шага я намерен. Ну давайте, скажем, 3 метра. Играть было удобно, картинка не расплывалась. А самое главное, что игра при этом шла плавно. Относительно интерфейса, то те, кто играет на компьютере, им может быть эта картинка непривычна. Ну а те из вас, кто играли на различных консолях, как, допустим, Xbox или PlayStation, то тут для вас явно картинка знакомая. Но всё просто, это консольный вариант, а на всех консолях они практически одинаковы, эти интерфейсы. Так что, в принципе, дорогие друзья, я релиз могу назвать успешным. В игру я поиграл около получаса, мне, в принципе, хватило посмотреть, что это такое. Дальше мы обсуждения Diablo 3 принесли немножко в другую плоскость, скажем так, застольную плоскость. И я не совсем уже помню, честно говоря, о чём мы говорили, но, в всяком случае, не помнил к вечеру. Ну а вернувшись домой, отоспавшись при этом, все свои впечатления вкратце я довёл до вас. Буду ли я покупать себе эту портативную приставочку и покупать себе Diablo 3? Нет, я не буду. И не потому, что она плохая, просто мне она не нужна. Ну а что вы, дорогие друзья, думаете о портировании Diablo 3 на Nintendo Switch, пишите в комментарии под роликом. Я же его буду заканчивать. Благодарю вас за внимание и за просмотр, и желаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать всё новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока. Субтитры сделал DimaTorzok